Привет, YouTube! Меня зовут Артем, и сегодня я хочу анонсировать новый бесплатный курс по тестированию программного обеспечения для всех тех, кто интересуется этой темой и решил в дальнейшем связать свою жизнь с обеспечением качества. Думаю, что стоит начать с того, что же такое тестирование. Мое любимое определение – это поиск несоответствия между фактическим и ожидаемым результатом. То есть, если заказчик хочет видеть определенную иконку на странице, это будет нашим ожидаемым результатом. А уже как это будет реализовано в нашем продукте – это результат фактически. Если они отличаются между собой, то это спокойно можно отнести к дефекту, поиском которого и занимается тестер. Роль тестировщика на проекте, как по мне, является одной из самых ключевых. Любая крупная IT-компания не может обойтись без этого человечка на проекте. Давайте немного поговорим о том, какие основные этапы есть в жизненном цикле программного обеспечения, либо как еще его называют CDLC – Software Development Lifecycle. Есть несколько моделей такого жизненного цикла, об этом мы поразмешляем с вами на одном из следующих уроков. Итак, CDLC первым этапом в любом проекте является инициация, либо же идея. То есть некоторый бизнес понимает, что у его пользователя, у его потребителя есть некоторая потребность в продукте. Этот продукт действительно выстрелит, он собирает некоторые данные по тому, что он хочет все-таки показать своему пользователю, и у него появляется идея. С этой идеей он приходит в IT-компанию, и если возникает договоренность о том, что этот проект будут разрабатывать в этой компании, к делу подключаются бизнес-аналитики и начинают собирать требования. Чистение общается с заказчиком, с конечным пользователем, формирует пул требований, которые нужно будет реализовать в конечном продукте. Дальше можно выделить такой этап, как дизайн. То есть уже подключается UI UX дизайнер, который на основании требований рисует, если мы говорим о веб-приложении, к примеру, макапы либо шаблоны того сайта, который хочет видеть наш заказчик. Если у заказчика нет вопросов требований к дизайну, тогда к делу приступают разработчики и начинается непосредственно разработка. То есть разработчики пишут код, который в дальнейшем попадает на тестирование к тестировщикам. Как бы тавтологично это не звучало. После того, как продукт тестирован, он передается в эксплуатацию конечного пользователя. И если бизнес понимает, что этот продукт больше не востребован, либо придумывает что-то новенькое и забивает на поддержку старого продукта, происходит вывод из эксплуатации. Давайте с вами подумаем, на каком из этапов подключается тестировщик. Конечно, было бы логично предположить, что этот этап называется тестирование, но на самом деле это не так. Тестировщик подключается к тестированию уже на этапе разработки и сбора требований. В чем же это заключается? Давайте с вами немножко поговорим о каждом из этапов и какие типы тестирования можно соотнести с ними. Я расскажу не только вскользь, потому что в дальнейшем мы будем с вами говорить о каждом из этих видов тестирования более подробно. Например, разработка и сбор требований. Тестировщик тестирует сами требования на предмет их соответствия их основным свойствам. Насколько они правильно написаны, не противоречат ли они между собой, полные ли они. Если все ок, то на этапе разработки дизайна тестировщик может тестировать как сам шаблон на предмет соответствия требований, так и проводить юзабилити тестирования, то есть насколько пользователю будет удобно пользоваться нашим продуктом. На этапе разработки тестируется уже непосредственно то, что написали наши девелоперы. То есть здесь может тестироваться как UI, то есть юзер-интерфейс, то что мы видим на экране, когда открываем тот или иной сайт, может тестироваться и то, что находится под капотом, либо бэкэнд, то есть то, что не может видеть рядовой пользователь. И в принципе, что касается ввода в эксплуатацию, то здесь может проводиться приемочное тестирование, альфа-бета-тестирование. Я думаю, что тем, кто играет в компьютерные игры, знакомы, эти словосочетания. Опять же, про каждый из видов тестирования мы поговорим с вами чуть позже на последующих уроках. Это то, что касается этапов разработки программного обеспечения и роли тестировщика на каждом из этих этапов. Мы с вами будем более подробно говорить о моделях жизненного цикла программного обеспечения чуть дальше, так как сейчас имеется классическую модель, но есть еще и другие, более интересные, например, те же самые гибкие методологии, Agile, Scrum, по которым работают большинство современных IT-компаний. Теперь давайте поговорим об обязанностях тестировщика. Существует несколько типов активности, поэтому давайте немножко поговорим про каждую из них. Обязанности. Во-первых, это разработка тестовой документации. То есть, это может быть, например, чек-лист, либо тест-кейс, на основании которого будут проводиться те или иные проверки. Хочу отметить сразу, что о каждом из артефактов, которые свойственны той или иной активности, мы будем говорить тоже на последующих уроках, поэтому оставайтесь на этом канале, я думаю, вам будет интересно. Второй этап – это проведение теста. То есть, на основании той тестовой документации, которую написал тестировщик, будь то чек-лист, либо тест-кейс, проводится ряд проверок, и если мы понимаем, что наш фактический результат и ожидаемый результат различается, то мы оформляем баг-репорт, либо же его еще называют отчет о дефекте. Вот этот отчет о дефекте попадает к разработчику, на основании его проводится фикс-бага, то есть, исправление той или иной ошибки, либо дефекта, и если все ок, то это направляется, опять же, тестировщику, тестировщик верифицирует то, что действительно баг был по фикшен, и, в принципе, на этом работа, я думаю, начинающего тестировщика заканчивается, так как уже другие типы активности больше подходят к медлам, сеньорам, либо лидам, то есть, к тем людям, которые немножко выше по крейдной лестнице, чем вы. Итак, мы поговорили с вами об основных фазах проекта, об обязанностях тестировщика, давайте немножко теперь поговорим о том, какими основными навыками должен обладать тестировщик. Навыки. Существует два больших полунавыков, так называемые софт-скиллы и хард-скиллы. Давайте с вами добавим две подтемы. Хард-скиллс и софт-скиллс. Что же такое хард-скиллс? Это, по сути, ваши технические навыки. Если мы говорим о тестировщике, то здесь стоит отметить следующее. Это знание операционной системы на уровне продвинутого пользователя. То есть, недостаточно просто уметь работать в Word. Вам нужно немножко понимать, что такое веб-технологии, что такое мобильные приложения, как работает Windows, возможно, заходить в командную строку, писать простые команды. Здесь, на самом деле, поле для разворота достаточно большое. Я немножко вам расскажу о некоторых аспектах тестирования веб-ориентированных приложений, о тестировании мобилки. Поэтому думаю, что этих знаний вам будет достаточно для того, чтобы начать свою карьеру как тестер. Английский язык. Да, без него вам будет очень тяжело. Почему? Потому что большинство IT-компаний, которые работают в странах СНГ, ориентированы на Запад. То есть, заказчики у нас англоговорящие. Вся документация внутри компании будет на английском языке. Коммуникации будут на английском языке. Плюс ко всему, огромное количество обучающих материалов также на английском языке. И программное обеспечение в том числе. Поэтому без него, думаю, что вы тестировщикам вам не суждено. Поэтому учите английский язык. Минимальный порог входа для тестера – это уровень интермедиа. У вас есть время, есть курсы, есть видосики на YouTube, есть книжки. Поэтому учим английский язык. Надеяться на то, что вы попадете в русскую компанию, где заказчик также русскоговорящий, минимальный. Было бы неплохо также знать языки программирования. Хотя бы некоторые базисы, либо основы. Это тоже вам пригодится. Ну и, как я уже сказал, это знания веб-технологии, мобильных приложений, возможно, гейм-дева. То есть это будет зависеть от того, где вы в дальнейшем будете работать, в какой компании. И у этой компании будут свои требования для тестировщика. Так как будете тестировать либо веб-ку, либо мобилку, либо работать в гейм-деве и тестировать видеоигры. Так, мы поговорили с вами о hard skills, о технических навыках. Давайте теперь поговорим о soft skills. Soft skills – это ваши личностные характеристики. Например, для хорошего тестировщика стоит отметить такие, как внимательность, усидчивость, обучаемость. Конечно же, коммуникабельность. Без нее вообще никак, потому что тестировщик, как, мне кажется, и бизнес-аналитик, просто должен коммуницировать с каждым членом вашей тимы, вашей команды. Без этого навыка вам будет крайне тяжело. Ответственность, конечно же. Вы отвечаете за качество готового продукта. Без этой характеристики вам будет крайне тяжело. Ну, в принципе, этот список можно продолжать бесконечно. На самом деле, на soft skills обращают тоже огромное внимание, поэтому не стоит думать, что если вы хороши в какой-то технической сфере, знаете, не знаю, веб-технологии на уровне бок, но если вы как человек себя ведете не очень хорошо, то вам будет крайне тяжело работать в IT-сфере. Еще хотелось бы отметить в этом блоке, что вам нужно понимать, у разработчика и у тестировщика разный менталитет. Разработчик создает программу, пишет код, то есть он заинтересован в том, чтобы что-то создать. Тестировщик, в свою очередь, хочет сломать то, что написал разработчик, найти как можно большее количество дефектов, критичных для работы той или иной системы, нашего готового продукта. На этом фоне могут возникать конфликты между двумя сторонами, поэтому тоже предупреждаю вас заранее, что такое может быть. Вам нужно абстрагироваться от этих ситуаций и понимать, что вы отвечаете за качество готового продукта, вы выполняете свою работу, и вы здесь пришли не в игрушки играть и не заводить друзей, а действительно ответственно подходить к работе и выпускать качественный продукт. Давайте с вами поговорим о том, для чего необходимо тестирование. Всегда существуют две стороны. Это бизнес и пользователь. И у каждой из этих сторон есть свои потребности. Бизнес хочет выпустить качественный продукт, который будет приносить ему прибыль. Пользователь, в свою очередь, хочет, чтобы его личные данные были защищены. И то, что он платит деньги действительно за качественный продукт, опять же. То есть, по сути, и пользователь, и бизнес не хотят рисковать. Бизнес не хочет потерять деньги. Пользователь не хочет, чтобы, например, данные о его финансах, о здоровье, о членах его семьи не попали в чужие посторонние руки. То есть, он тоже берет на себя некоторые риски и хочет, чтобы продукт выполнял все то, что было заложено в нем со стороны бизнеса и то, что хочет получить пользователь. Для чего я вообще это говорю? Потому что есть немалое количество примеров, когда компании несли огромные просто убытки, связанные с тем, что выпускали медицинское оборудование с огромным количеством дефектов, либо же с одним, но очень критичным, от чего умирали люди, либо заболевали еще страшнее. Либо же личные данные пользователей попадали в открытый доступ, например, у того же Facebook. Я думаю, все прекрасно знают, что были такие моменты. Как бы это влияет на то, что пользователь не хочет в дальнейшем использовать этот продукт, а также на репутацию самой компании. Плюс компания несет огромные убытки, потому что штрафы за разглашение личных данных, либо еще их называют sensitive data, то есть чувствительные данные пользователей, сейчас просто огромные. Также, возвращаясь к вопросу потери прибыли для бизнеса, есть очень известная модель, связанная с тем, как меняется стоимость исправления дефекта с обнаружением дефекта на той или иной стадии разработки продукта. Если дефект будет обнаружен на стадии разработки и сбора требований, это одни деньги. То есть там просто нужно будет изменить сами требования в документации. Но если же этот дефект обнаруживают на стадии релиза, ввода в эксплуатацию, когда он попадает к конечному пользователю, и, к примеру, широкой общественности становятся известные sensitive data данного пользователя, то бизнес потеряет просто огромные деньги. Во-первых, на то, чтобы исправить сами дефекты, так как код уже написан, его нужно будет обратно переписывать, опять же, тестировать, возможно, отзывать продукт с каких-то площадок, с того же App Store или Play Market. Поэтому всегда нужно подключать тестировщиков на самых ранних этапах проекта. В принципе, это основные моменты, которые я хотел рассказать вам на сегодняшнем уроке. Но чтобы вы еще раз убедились в том, как классно быть тестером, давайте немножко с вами поговорим о преимуществах работы тестировщика. Во-первых, это низкий порог входа. Не секрет, что стать тестировщиком намного проще, чем научиться писать код. Поэтому многие выбирают именно эту специализацию как первую для входа в IT. На самом деле, да, это так. Но если еще 10 лет тому назад тестировщиком мог стать любой желающий, который, к примеру, знал английский язык, то сейчас требования к тестеру намного выше. Как я уже отметил раньше, вам нужно будет знать и веб-технологии, и мобилку, и, может быть, даже языки программирования на каком-то базисном уровне. Поэтому тоже не стоит думать, что тестировщиком стать так легко и просто. Карьерный рост. Да, на самом деле, это тоже интересный аспект, так как, в принципе, при вашем большом желании и постоянном обучении и саморазвитии можно очень быстро вырасти по карьерной лестнице, начиная от уровня джуна, то есть начинающего тестировщика, и заканчивая уровнем лида, и управлять своей командой тестирования в той или иной компании. Также вы можете в любой момент изменить свой вектор развития и стать, к примеру, автоматизатором, если вы начинали с ручного тестирования, о котором мы, в принципе, и будем с вами говорить в ходе данного курса. Либо же вы можете стать девелопером, либо же бизнес-аналитиком, PM-ом управлять проектом вообще в целом. То есть у вас огромное поле для смены своей деятельности. Зарплата. Так как многие из вас знают, что в IT-сфере получают намного больше, чем в других, по крайней мере, если мы говорим о России, Белоруссии, Украине. В то же время вы должны понимать, что у тестировщиков самая низкая заработная плата в сфере IT, однако она все равно выше, чем в среднее по рынку, если сравнивать с другими отраслями. Ну и, конечно же, работа очень интересная. Вам не придется скучать на рабочем месте, так как вы всегда будете узнавать что-то новое, как от своей тимы, в которой вы будете работать, так и на каких-то семинарах, конференциях, читая профессиональную литературу, или же, опять же, заходя на YouTube и находя интересные видео, связанные с этой сферой. То есть дерзайте, я думаю, что у вас все получится. Что же, это был вводный урок для начинающих тестировщиков. Дальше будет только интереснее. Мы поговорим как о теории, так и о практике тестирования. Знания, освоенные на этом курсе, помогут вам получить ваш первый оффер, я очень на это надеюсь, и начать свою работу в компании своей мечты. Если вам было интересно это видео, то обязательно подписывайтесь на этот канал, нажимайте на колокольчик, оставляйте свои комментарии, я обязательно отвечу каждому. А мы увидимся с вами совсем скоро. Пока!